Дружба во все века была одной из самых больших ценностей в жизни человека. Основываясь на взаимной симпатии, дружеские чувства объединяют людей, дают им опору, поддержку, дополнительные стимулы к новым свершениям. Отыскать человека, с которым можно разделить все печали и радости – настоящая удача, которая обязательно должна случиться в жизни каждого. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает вам подборку книг, которые раскроют перед вами мир благородных героев, способных жертвовать своим временем, силами, интересами ради друзей. Александр Милл писал сказки для своего сына Кристофера Робина, взяв за основу его самую любимую игрушку – «Медвежонка Винни». Многие ситуации писатель сам проигрывал с мальчиком, рассказывая ему о самом главном. Каждая глава напоминает о том, как важно еще в детстве узнать, что значит дружба, смелость, добродушие, взаимовыручка и оптимизм. Девочка Элли и ее друг-щенок Татошка случайно попадают в волшебную страну. Помочь вернуться домой и поможет только Гудо им великий и ужасный – волшебник изумрудного города. По дороге в изумрудный город Элли подружится со страшилой, железным дровосеком и трусливым львом. Вместе они преодолеют все трудности, возникшие на их пути. Его знают и любят дети всего мира за непоседливый нрав, неумъемную фантазию и желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, Карлсон и любит малыш, ведь вместе им никогда не бывает скучно. История дружбы малыша и Карлсона рассказывает маленькому читателю о том, что можно дружить с кем угодно и при этом оставаться самим собой. Дети синего фламинго – книга, которая раскрывает важные общечеловеческие темы. Дружба, поиск смысла жизни и определение своего места в ней, борьба добра и зла. Одна из проблем, которую затронул писатель – конфликт между взрослыми и детьми. Главный герой произведения, Женька Ушаков, оказывается на фантастическом острове Двид, где люди живут по строгим правилам. Их мир без радости, смеха, дружбы, любви, искренности, справедливости. Один из принципов их жизни – не следует вмешиваться в движение событий. Содачей мальчика являлось освобождение народа от гнета злого ящера. Главный герой повести Боря – чудак из «Шестого бы». Постоянно попадает в такие ситуации, когда надо принимать быстрые и верные решения. Благодаря своему доброму сердцу и отзывчивости, мальчик сумел помочь девочке Наташе и ее отцу в трудные минуты их жизни. «Вафельное сердце Марии Пар» рассказывает о двух детях, которые ищут приключения в городе со смешным названием «Щепки Матильды». Трилли и Лена – друзья, но не говорят об этом друг другу. Вместо этого они доказывают свою любовь поступками, спасают от неприятностей, помогаются справиться с бедами и грустью. Главных героев ждет уйма сложностей, душевных переживаний, и никто не станет говорить в открытую о дружбе, хотя иногда этого будет не хватать обоим. Но в конце все-таки прозвучат заветные слова «Ты мой лучший друг». Эту книгу нужно прочитать всем, кто задумывается о важности дружбы. Книга «Та сторона, где ветер» – удивительная, добрая, искренняя, иногда грустная. Она о детях. Это повесть о настоящей дружбе, о силе и смелости, о важности добрых поступков по отношению к другим людям. Настоящая мальчишеская дружба не знает преград, даже отсутствие зрения не может помешать обрести дружбу детским сердцам. Повесть, написанная более чем полвека назад, по-прежнему остается очень современной. Сегодняшние мальчишки и девчонки, читая о приключениях Вити Малеева, Кости Шишкина и их друзей-четвероклассников, узнают в них себя, понимают их радости, переживания и обиды, и от души смеются над забавными случаями из жизни своих литературных сверстников. Более трех с половиной тысяч лет могущественный джинн томился в глиняном сосуде, пока однажды обыкновенный московский школьник Волька его не освободил. Тут-то и начались чудеса. Благодаря Вольке и его другу Жене, старик Хаттабыч привык к новому для него мир, а главное, понял, что такое настоящая дружба и становится добрым волшебником. Однажды девочка Оля, шагнув через зеркало, попала в Королевство Кривых Зеркал, где ей пришлось пережить немало опасных приключений. Ей удалось увидеть себя со стороны, познакомившись с точно такой же, как она, девочкой по имени Яло. Наблюдая за этой девочкой, как за самой собой, Оля смогла избавиться от недостатков, которые раньше в себе не замечала. Кто из ребят не мечтал в детстве стать мушкетером или викингом, или просто героем незабываемых историй? Вот и Джонни Воробьев, мальчишка из подмосковного городка, окунулся под оборот невероятных событий и увлекательных приключений. Вместе со своими верными друзьями Джонни открывает мир, узнает цену дружбе, постигая самого себя, преодолевая сложности, которые порой встают у него на пути и незаметно взрослеет. Юмористические рассказы о самостоятельном и любознательном мальчишке Денисе Кораблеве известны уже третьему поколению читателей. Тот, кто впервые познакомился с ними в детстве, сейчас читает их внукам. Историю про Дениску невозможно не любить. А все потому, что Дениска и его друзья не дают скучать ни себе, ни родителям, ни учителям. Со дня публикации книги «Джунгли» прошло уже более ста лет, но интерес читателей к жизни человеческого детеныша в мире гиких джунглей не ослабевает. Рассказы о дружбе и преданности, о мудрости, благородстве и справедливости, в которых собеседниками и учителями «Лягушонка Маугли» выступают Медведь Балу, Пантера Багира, Волк Акела, Удав Каа, стали любимыми учитателей всех стран и возрастов. Сказка Успенского учится иметь верную друзей и любящую семью. Каждый из героев наделен особенным характером. Ответственный и непогадам взрослый мальчик Деда Федор, хозяйственный кот Матроскин, забавный и немного безалабельный пёс Шарик. Несмотря на то, что они такие разные, из них получается отличная команда. Медведь Балу Медведь Балу